Hi everyone, с вами Ева Лорман и сегодня я вот в такой домашней одежде, не просто так, а я хочу сегодня начать такую серию видео, в которой я показываю реальную жизнь в салоне красоты. С трэш-обзором попрошу не путать, любители мусора будут здесь в пролете, хотя уверена, что хейтеры пошутят, о май гад, где вы их берете? Это реальные земные люди и красота им как и всем нужна, а кто напишет кучу жути, послать вас нахрен не составит мне труда. У меня учебные центры, но он ничем не отличается от салона красоты абсолютно, у меня просто там 20 рабочих мест, в салоне красоты может быть там поменьше конечно, а так по большому счету вообще ничем, у нас точно такие же модели, точно такие же у них запросы, желания, как и в салоне красоты. И я стараюсь учеников, своих студентов именно с самых первых дней научиться правильно людей обслуживать. И я начинаю этот челлендж, который называю салон красоты без хрома. В этих сериях видео я буду показывать просто буквально онлайн трансляцию, особенно новичкам это очень полезно видеть, потому что во время видения роликов в интернете у очень многих людей складывается какое-то идеализированное впечатление от салона красоты. Все думают, что это рай и сказка, да, это рай и сказка, если только вы его сами создаете, но там кроме вас никто его не создает. Приходя клиент в салон, он попадает в ваше пространство, он у вас в гостях. Вот представьте себе, гость приходит к нам, тоже все, конечно, люди по-разному гостей встречают. Кто-то там просто чайочком угощает, кто-то поляну накрывает. Точно так же и в салоне красоты. Кто-то очень скромно себя ведет, а кто-то старается угодить клиенту максимально, чтобы клиенту было комфортно, чтобы он чувствовал себя как дома или в хороших гостях. Реально, это с этим можно так и сравнить. Хорошее, кстати, сравнение. Поэтому этими роликами мне хочется показать, что я своих, например, моделей встречаю как дорогих гостей. Поляну я им не накрываю, но качество обслуживания я максимально им обещаю. Как происходит съемка роликов? Приходит подготовленный человек, у которого есть сценарий, в котором написано четко, что он говорить может, а что он говорит не может. И это все кино. В салоне красоты такие вещи не происходят. Это диаметрально противоположные вообще направления. Подготовленные люди, они как правило, что сидят и молчат в тряпочку. Если вдруг какие-то вопросы и возникают, то это уже заранее подготовленные вопросы. И с заранее подготовленными ответами. То есть этот диалог, он уже прописан в сценарии во время съемки этого ролика. И это совершенно неинтересно, никак это нас не продвигает к профессионализму, потому что из этого мы можем только сделать вывод, как делать не нужно. Ну, по крайней мере, я своим студентам говорю. И они, когда приходят на практику первое время, они сначала не понимают. Они уже насмотрелись уже кучу роликов. И они такие в таком замешательстве. Они не знают, как себя вести. Проходит неделя. И у всех абсолютно меняется мнение по поводу салона красоты. Все такие, ху, слава богу, теперь хотя бы понятно, как все это делается на самом деле. Поэтому смотрите, я надеюсь, это будет вам полезно и интересно. Потому что я со своими клиентами разговариваю в этих роликах далеко не только на профессиональную тему. Мои клиенты мне рассказывают истории, как они похудели, как они сделали ту или иную процедуру, как они лечатся от той или иной болезни. И я могу уже книгу написать, как похудеть, как исцелиться и так далее, и так далее. И я хочу с вами поделиться этой информацией. А еще я в этом ролике покажу вам просто чрезвычайную, чрезвычайную ситуацию, с которой сталкивается каждый новичок, каждый парикмахер. Это как правильно обернуть полотенцем голову клиента после мытья головы. С этой жестью сталкиваются все новички. Это ступор, это для многих просто параллельная вселенная. Себе мы можем завернуть волосы абы как, а клиенту мы не можем абы как навертеть. И начинается вот это кручение чалмы высотой полметра. Еще хуже, если вообще ничего не получается сделать. Это вот чаще всего происходит. Завитухи на голове. Это такой мастхэв, который должен знать каждый парикмахер. И я хочу с вами поделиться этой информацией. Смотрите, это целая наука. Чтобы правильно замотать клиенту голову, берется вот так кармашек сначала делается. Вот такой. Потом вот так вот это потом вот сюда заматывается по кругу вот так. Натягиваем. Как вы там себя чувствуете? Хорошо? Вот так делаем красивенько. И кто этот кармашек? Прячем в кармашек. Прячься. Не хочет. Вот. Потом вот эти волосы, которые есть у нас. И потом точно так же вот этот полотенчик тут складывается. Вот так. И вот так укладывается. И тоже можно там в карманчик там спрятать. Ну, запрятать, чтобы не держать это все. Да, да. Ну, в общем, это тоже долго можно. Ну, вообще, по факту вот так. Вот сюда. Вот в таком состоянии наш клиент должен встать, как будто он в сауне. На самом деле, завернуть полотенец вокруг волос клиента очень далеко не каждый. Вообще, в состоянии понять, как это все в основном. Получилось очень красиво. Да, прям у нас муазель. С макияжем так пошло. В общем, хну, где, а где хна? Вот она лежит. Вот она лежит. Хну нам принес сам клиент. А вы не знаете, как она называется? Да. Знаете? Коробочка от нее вот такая. Смотрим. А где у нас лисы? Каждый пакетик получается 50 грамм. Каждый по 50 грамм. То есть выделим это 50 грамм. Вот таким образом. Сейчас мы ее вскроем. Заварим кипятком. Она не разбухает визуально? Не набухает. Нет, как раз. Как это красно. Вот. И посмотрим, что дальше. Цвет у нас получается вот рыжий такой, да? Красновато-рыжий. Красновато-рыжий. Ну, интересно. Да, пахнет на запах вообще реальное окно. Такая трава с сеном таким. Да, давайте до кашеобразного состояния. Я буду очень аккуратно делать это все делать. Ох, что зайдет, что у вас тут за мои хуаны? А мне нравится запах. Пахнет и пахнет. Так, давайте еще одну кисточку и вперед. Давайте мешаем. Все сюда. Сейчас все раздохнет. Размешется. Угу. Значит, как раз пока будет мешаться, она и остынет. Да, да. Сколько же она начинает красить? Затылки сейчас будете все красить. И смотрите, сверху вот так. Сверху вот так. Разбиваю комочки. А, какая у них разница? Просто для удовольствия? Нет, но они по качеству разные. Смотрите, по жесткости разные. Берем самые большие. Вот. И вот. Вот даже попробуйте у них. Вот эта вот такая более твердая. Это вообще лохматая. Нет, ее боже бы выбрать. Я, ну пусть лежит. Ладно. Так, ну и вот эта вот. Они вот ближе друг к другу. Вот эти вот кисточки. Так, разводим. Давайте. Все, давайте мешаем. Так, не боюсь. Да, да, ну. А еще хну смешивают с басмой. Да, и получается такой шоколад. Черный, да. Если басма отдельно черный будет, а хна вместе с басмой это будет коричневый. Никогда? Что-то такое шоколадно-коричневый. Ага. Черный сразу состарит. Ну, это естественно. Просто я имею в виду, что есть еще один растительный компонент. Может, еще лобочки? Горчики еще. Горчики. Помните, откуда это? Горчики. Шурик. Не знаю, как. А, колбасу когда-нибудь. Да, да, когда-нибудь колбасу, а пирожное. Пирожное, да, пирожное. Она пополам. Да, она пирожное. Ну, фильмы всех времен и народов, я считаю. Классишься, да? Да, когда-нибудь побольше воды, она становится более жидкой и похожа прямо на краску. И пахнет. Вот эти вот комочки, мне кажется, не разрушаются. Можно прям сверху вот так вот потыкать, да. Велина, а к нам больше клиент тут, помнишь, 4, наверное, года назад, вот когда я была здесь, приходила тоже на хну. Рыжая такая, ну, тоже такая интересная, взрослая женщина. А, она уже краской красит? А, в каждом... Она входит, да? Да. Надо будет взять у нее интервью, что, какая разница между краской теперь у нее и хной. Вот ее мы однажды вот покрасили. Я вам говорю, просто мы утонули в воде, в раковине. Все абсолютно были в этой хне. Все, кто ее мыл, а это вообще было что-то. Это такой... Я переходила один раз. Челлендж краску. Краска, конечно, лучше как-то впитывая, питая. Нет, я не отговариваю. Просто, если вы любите, да, замечательно. Ну, в общем, да, хорошо, что ее... На школу еще красила. Да? Сколько лет уже. На краску переходила, меняла. Угу. Я уже не... А, все? Правда, ну, еще не аж с тужим. Правда, что после хне краска не берется. Вообще не берется. Вообще не берется. Вообще не берется. Вообще, знаете как, вот у меня был... Вот в Краснодаре, как раз, когда я там год, нет, полгода назад была, у нас студентка была, которая красилась в ночь. И она говорит, вы знаете, я хочу перейти на краску, но мне все преподаватели сказали, что это почти нереально. В таких случаях надо делать тест прядь. То есть нельзя человеку сказать... Нет, нельзя человеку взять и сказать, я вас не беру или там... Ну, в общем, отказывать нельзя. Надо просто сделать тест прядь. Тест прядь это называется... Она, кстати, что она хотела? Я говорит, хочу осветлиться, чтобы я была светленькая там и так далее. Но она сказала, у меня хна, и все отказываются в салонах красоты, отказываются в учебном центре у нас отказались. И в итоге, что получилось? Я ей сделала тест прядь. Я говорю, я не знаю, как вот могу я отвечать, да, сказать нет. Мне даже самое интересное, получится что-нибудь или нет. И я ей сделала тест прядь. У нее они осветлились очень даже хорошо, прям неплохо. Хуже, конечно, чем при окрашивании краской. Но результат был хороший. И мы ее осветлили полностью. То есть взялось. Я думаю, что вот такого качества хна, она все-таки, наверное, уже получше. И, вернее, как она получше для осветления. Все, это можно уже наносить. Значит, тогда берем расческу с редкими зубчиками. Расчесываем. Да. Я думаю, нормально. Все, да, я думаю, нормально. Да. Да, 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 да. Смотрите, у нас Аня с той стороны, а вы вдвоем с этой стороны. У вас вообще есть какой-то опыт окрашивания? Да, я третий курс. Ну, я знаю, что там нет практики. Это же там есть немного, да. Да, за третий курс уже можно было стать просто профессором, правда же? Ну, а вы с этой стороны, сейчас я покажу вам, как это все будет делать. Да, делите голову? Да, обязательно. Делаем крестообразный пробор. Г, да, и ВП. Горизонтальный, это вертикальный у нас пробор. Горизонтальный идет от уха до уха. Первый, горизонтальный. Сразу все длина прокрашивается. Да, да, да. Там сразу же? Да, она высохнет, если мы ее не прокрасим. Все, теперь смотрим. Держите. Значит, смотрите, вам надо стать так, чтобы вам было удобно. Вы с этой стороны будете стоять, значит, если вы с этой стороны будете стоять, вам нужна тогда каталка вот сюда. С нее обязательно все убирается, потому что краска, вернее, в планах. С легкой машины на стол. Мы будем стараться очень аккуратно. Да, мы так хорошо будем стараться, мы все равно лучше стараться. То есть, ваша сторона, вот эта, ваша правая рука рабочая. И мы, в принципе, наносим ее, как обычную краску. Ну да. Работаем. Может, вашу корню сочетую? Ну конечно. Вы знаете, я бы ее еще развела. Еще она густоватая, я так зрительно вижу. Да, густоватая, давайте еще разведем. Она должна быть более жидкая. Да, 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 надо пожиже. Прям, чтобы она прям вот текла. Да, текла, текла. Прям как шоколад. Угу. Ну-ка запахом травы. Да. Это это? Да, да, да. Хотела быстро сказать. Кто мясо не ест? Вегетарианцы. Это вегетарианский шоколад. Вот, да, вот такая прям, что по-моему. Короче говоря, разводим хну до состояния грязной водички. Такой, можно даже так сказать. Она должна остынуть, наверное. Да, кстати, я же хотела попробовать. Нет, она достаточно, она не горячая. И пока мы на кисточке вот нанесем до поверхности головы. Голова же у нас мокрая и холодная. Здесь они быстренько нормализуют эту температуру. То есть самое главное при нанесении даже, вы знаете, как тест сделать клиента, спросить, как вы ощущаете сейчас температуру? Нормально? Вот, пусть смело наносят. Вот, вот, вот. То есть вот, все, уже никаких вопросов. Мы сразу все длину прокрашиваем. Так, смотрите, сейчас я вам покажу. Давайте покажу. Держите. Стоп, стоп, нет. Ну, правильно. Давайте, смотрите, вот я наношу сначала по проборам. Вот, по проборам мы сейчас вот это все наносим. Проборы, проборы. То есть вот мы сейчас ограничиваем себе зоны. Это очень важно. Потом в дальнейшем вам будет легче наносить. То есть ваша зона будет вот эта. Ну, ваша, естественно, те две. Вот. Дальше наносим, берем еще краску. Нам небольшое количество. Не краску, материал. Ну, да? С этой стороны. В общем, все вот эти и у краевой линии ростоволос. Очень обильно. А потом, смотрите, чтобы ее хватило, этого состава, нам берем где-то сантиметр, отделяем. Намазываем. Прям вот так. Хорошо. А потом берем на руку, смотрите, и начинаем вот так ее промазывать. Растягиваем. Да, не спешите. К ленту сидеть еще два часа с ней. Поэтому не до такой степени. Почему не спешите? Потому что, если вы сейчас будете вот так все это мазать, как краску, вы будете сами все хмелы дать. Вам надо будет разделить сейчас. То есть, посоедините, да, сразу? Обязательно, да. Вот. И чем тоньше будет ваша прядь, тем лучше она будет прокрашена. Потом берем, как я говорю, как вот кто умеет доить. Примерно так же. Кто умеет доить? Я умею. У меня было до... Вот и я умею. А, я здесь, с этой стороны. Да. Я пошла в банкоману. Давайте. Хорошо, хорошо, отлично. Вот так вот прям вбиваем, вбиваем. Вот так вот. Потом, чтобы она именно вот эта прядь вам не мешала, возьмите ее вот так вот. Не надо она ничего такого, да. Ляп ей сделать. Все приклеилось. Потом опять берем по сантиметру, да. Опять чуть-чуть. И поехали. Вы в прошлый раз сказали, да, останавливайте вас вовремя. Да, вовремя. Давайте мне кисточку. Закончить. Сейчас, сейчас. Не бойся. Сейчас они все прокрасим. Сразу все прокрасим. Я просто показываю. Пробор, да? Смотрите на руках, потом на руках. Все, лоб хорошо. Это вот мы сейчас все краевую линию волос. Я пошла руки мыть. У меня седые есть еще волос. Моя кисточка. Ну я аккуратно хочу. Моя кисточка. Все. Чтобы мои там седины покрасить. У меня их еще немного, но есть уже седые. Около... Некоторые там вылазят иногда. В других городах, например, вернее не в городах, а в странах. Вот если есть окрашивание длинных волос, то обычно участвуют не менее двух человек. Да. Можете пообильнее, пообильнее еще намажьте вот здесь. Ну как-то еще. Суховато. Прям вот посильнее. Она должна прям... Ну да, да, да. Уже видно. Ну как обычно краска. Угу. Так, побольше, Саша, побольше. Можно прям не бойтесь. Краски вообще... Я должна сказать, хну мы развели на три человека. Поэтому можете не стесняться. Мажьте. Чем больше она будет намазана, тем лучше. Да, да, да. Чтоб волос прям плавал в ней. Молодцы, хорошо покрасили. Нанесли очень обильно. Клиент доволен, в общем. Клиент доволен. Это самое главное. Это самое главное, да. Вообще, знаете, еще для пущего результата можно вам пакет. Саша, я хотела, стою, думаю, мне просто что-то одевали. Да, да, да. Она, во-первых, не так сохнет. Да, и сухо, потому что моментально сейчас высохнет. Сейчас мы вам почечим все. Для красоты полной оденем. Пожелание было клиента, это хна. Вот, пожалуйста, мы ее сделали. Вот, единственное, что, конечно, вот, знаете, как, вот, местами все равно какие-то просветы присутствуют. Да, вот по какой причине, как вы думаете? Я думаю, потому что она дорогая. Вы все время этой хной одной и той же краситесь? Сейчас, в последнее время, да. А последнее время это когда? Ну, раза три красилась вот эта производитель. А, вот, другой что. То есть, это был другой материал. Понятно. Ну, все, ну, правильно, надо оставаться тогда на одном материале. Все понятно теперь. Ну, в общем, мы вас поздравляем. Вы это сделали. Кстати, у нас совсем не тяжело. Совсем не тяжело. Отлично, отлично. Ну, вот, вы посмотрели видеоролик. Вы увидели, какой мы получили результат. Опять же, напоминаю, у нас идет серия видео без хрома. Это говорит о том, что вот какой результат мы получили, такой я вам и показываю. Почему я на это делаю акцент? Потому что клиент пришел со своей хной. Какая эта хна, я не в курсе. Что она себе представляет? Какой эффект получится? Я тоже не представляю. И результат получился. Для клиента она была в восторге. Девочки, спасибо. Вау, вау, красавицы мои и так далее. А мы, я такая стою, смотрю на эти вот разводы. Нету однотонного цвета волос. К чему я привыкла обычно, когда мы красимся краской. Этого эффекта я не увидела. И что я должна была сделать? С одной стороны, я должна была сказать. Ой, боже, что ж это такое? Почему у вас разноцветные волосы? А ей, понимаете, совершенно все равно. Она хочет просто покрасить свои отросшие корни вот именно этой хной, которой она красится уже три месяца. А до этого она красилась несколько месяцев другой хной. А еще годы назад красилась другой еще хной какой-то. И в итоге у нее получается вот этот вот разлет в тонах. То есть, вниз темный, посередине какие-то другие цвета. А вот три месяца такой стабильный, нормальный, хороший, яркий цвет. Он однотонный. Поэтому, главное, чтобы костюмчик сидел, чтобы клиент был доволен. Я, конечно, не смогу сказать, что была в восторге. Ну, хна наносилась очень легко, смылась тоже так же очень легко. Теоретически, я понимаю, что мы не смогли бы изменить этот тон волос. Поэтому мы успокоились этим результатом. Самое главное, что клиент доволен. Надеюсь, ролик для вас был полезен. Бай-бай, эрюан. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео.